Если раньше старшеклассники допускались на ЕГЭ автоматически, то теперь гарантия этого допуска – написание итогового сочинения, пишут его все без исключения. Через это испытание ученики 11-12 классов проходят с 2014 года. Надо отметить, что проходит экзамен так же строго, как и ЕГЭ. Требования, да, конечно, аналогичные. Ребятам запрещается иметь при себе какие-либо электронные вычислительные приборы, наличие любых справочных материалов, которые отсутствуют и на стендах, в аудиториях. Готовиться к этому экзамену школьники начали еще с начала учебного года. Неоднократно писали пробные сочинения. Чуть-чуть есть волнение, конечно, но мы долго готовились, поэтому я надеюсь, что все пройдет отлично. Темы были заранее, направления были заранее оглашены, поэтому сейчас посмотрим, какие темы. Все будет хорошо, я думаю. Темы творческой работы школьники узнали за 15 минут до начала экзамена. Тематические направления этого года – отцы и дети, мечта и реальность, месть и великодушие, искусство и ремесла, доброта и жестокость. В единый день проведения итогового сочинения эту работу написали более 2200 сочинских школьников. Те, которые справятся с творческим заданием, будут допущены к единому госэкзамену. Те, кто получит незачет, будут вынуждены писать сочинение снова – 6 февраля или 8 мая. Добавлю, что по усмотрению вуза к имеющимся у выпускника баллам ЕГЭ по предметам, за итоговое сочинение может быть добавлено до 10 баллов.